Это вторая часть за 24-е, за 25-е, вторая часть за 25-е число. Хотел уже сразу перейти к письму, но тем не менее еще кое-что расскажу про этот день, что там было хорошего. Там еще был очень приятный парень на тренировке, монгол, в длинном таком толстовке с капюшоном, в длинном худи, прям длинном, и поверх капюшона у него была надета панама, такой парень. И я как-то сразу его заметил, когда заходил к нам в зальчик, когда они еще на наружном крыльце стояли. Вот, что такое за яркий чувак. И потом он действительно показал, что он психоделичный такой, состряпал фигуру. Вот. И до этого в зальчике я тоже снимал своего подруга Амира, Имрана. Больше букв и больше возраста. Имрана я записывал, он такие чудесные вещи мне показал на паях, что он уже болел, у него же колено, мениск, вот это все. То есть ему сделали операцию месяц назад, и он почти не крутил. Ну и до этого кончился как бы вот этот файерский период летний. И они сейчас не стритуют, тем более, что сегодня были буквально облавы. Сегодня забрали каких-то ребят, и они написали, что сегодня облавы на уклонистов. Поэтому все сразу отказались от своих локаций, которые забронировали. Вот. И этот самый Монгол сначала зачем-то вспомнил стихотворение Дилана Томаса. ДИНАМИЧЕСКАЯ 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 Д Добрую ночь, не уходи безропотно в эту добрую ночь. World old age should burn and waved at close of day. Старый возраст должен гореть и безумствовать в приближении дня, восстань, восстань против умирания света. Несмотря на то, что мудрецы в конце своей жизни знают, что тьма – это хорошо, потому что их слова не прикололи, ну вот, как вилкой. Я не знаю, как это перевести, потому что «head forked, но lightning day» в конце – «they», может, это ошибочное что-то, «they», «no lightning day». «Но тщиться молнией увещевать», да, ну вот я про то, что у у него не получается, не получается ухватиться за молнию. Они знают, что тьма права, потому что не могут ухватиться за молнию. Потому что их слова не смогли ухватиться за молнию. А ты не уходи спокойно в эту добрую ночь. Мудрецы, которые, хоть мудрый знает правду наперёд, мечтателя в тот час тоска гнетёт, а счастье жизни будет горевать. Мечтателя в тот час тоска гнетёт. «Good man, the last wave by, crying how bright, your frail deeds might have been». Что-то тут вообще не то. Да, это отдельная, конечно, тема, которую надо изучить. А у меня не так уж много пространства. Не уходи. Мне бы подстрочник просто вот найти, чтобы понять. Твердят, что прав лишь покой, и не разжечь уж тлеющий костёр. И праведник, сдержавший свой обет, нести добро, как солнечный венец. Рыдает зло, когда ослабеет свет. «Wild man». И праведник. Точно, праведник тоже знает, что тьма это нормально, сдержавший свой обет, нести добро, как солнечный венец. Рыдает зло, когда ослабеет свет. «Wild man». «Дикарь, who caught and sank the sun in flight», который поймал и воспел солнце в полёте, и научился слишком поздно. Научился, наверное, страданиям на его дороге. «Дикарь, свободный человек, поэт, по прекрасного певец, лучей ловец, не побретёт туда, где света нет». Да, каждый понимает, как хочет, просто. «Wild man near death, who see with blinding a sight». Могильные люди, которые приблизили к смерти, которые видят слепнущим зрением слепые глаза, могут бросать быстрые взгляды, как метеоры, и быть радостными. «Rage, rage against the dying of the light». «Восстань против смерти света». В общем, мне кажется, это стихотворение про то, что умирают люди, которые соглашаются на то, что надо умереть. Вот. Он имеет в виду, что чтобы он восстал от смерти, чтобы он доказал своё жизнелюбие тем, что он просто бы восстал от смерти. А так, действительно, человек умирает от того, что он устал жить. И он соглашается с тем, что смерть – это хорошо, и тогда умирает. Вот. Но до тех пор… Ну, то есть и так хорошо, и так хорошо, конечно, когда человек устал и умер. Но гораздо лучше – это не опускать руки и жить вечно. – это всегда находить себе что-то интересное каждый день. Вот в чём суть. Каждый день нести драгоценности этого дня. и мне кажется, это залог того, что ты будешь вечно жить. И раз тебе не надоело, ты продолжаешь. Вот, наверное, про что. Сын просто просит своего отца об этом. Восстань против смерти. Восстань против желания смерти. Вот. Но перевести прямо в подстрочник – это у меня пока мозг не справляется. Это нужно стараться. У меня осталось 4 минуты. Вот. И я как раз начал рассказывать про стихи. Монгола мне вот это стихотворение включило. А потом, когда мы уже расходились, он начал какое-то другое. И у него как будто голосовуха, а он читает там стихи. Может быть, мне показалось, потому что я спешил на такси, ребята уже убежали. Но мне показалось там вот этот голос, который мне читал. Стихотворение. «Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые». Его… Вот. Сейчас я прочитаю это целиком, потому что мне самому интересно, что там дальше. Но уже первые слова меня очень задевают. Потому что, мне кажется, сейчас минуты роковые происходят в мире. Это вот самое мрачное время перед рассветом. Конечно же, рассвет наступит. Это, конечно, это… У меня нет никаких сомнений, что этот кризис будет побежден. И я нахожусь здесь сейчас. Я нахожусь вот в этом 22-ом году 21-го века. Самым критическим, мне кажется, году 21-го века. Более наполненных каким-то гноем годов не будет. Это вот самый такой критический год. Дальше все будет очень хорошо. Вот. И вот об этом годе, об этом периоде будут снимать фильмы, где вот персонажи будут говорить о каких-то… рассуждать какие-то вещи. И ты будешь сразу понимать в какое время ты попал. Потому что они говорят вот именно об этом. Они так чувствуют. И здесь вот что-то зародилось, что-то произошло. У кого-то, у многих людей коренным образом изменился образ жизни. Всякие вот оседлые люди отправились в путешествие. А может быть, они всю жизнь мечтали быть вот этими капитанами, которые преодолеют океан на лодках. Надо же с чего-то начинать. Не сразу же ты садишься на лодку и плывешь. Вот сейчас я вот в таком этапе нахожусь лично я. Но не факт, что у него именно это стихотворение там играло. Но он как будто бы мне напомнил это стихотворение. И я хочу его освоить. Это Тютчев. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель. Он в их совет допущен был. И заживо, как небожитель, из чаши их бессмертия пил. Смысл выражения. Жить в эпоху перемен непросто, но именно в такое время человек может полностью реализоваться, лично увидев и поняв ход исторических событий. Вот тут прямо вот есть энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. То есть, видишь, непросто. Но тут зато можно полностью реализоваться и стать бессмертным. Я же постоянно об этом говорю. О том, что должен быть какой-то способ прожить очень многое. По возможности бесконечное количество времени. И здесь об этом. О том, что чтобы стать бессмертным, нужно именно пережить роковые минуты. Потому что они выстраивают твое отношение к жизни. Они выстраивают твое отношение к жизни так, что ты не хочешь ее ни в коем случае останавливать. Свою жизнь. Ты хочешь, чтобы она бесконечно длилась. Вот. И спасибо за этот поток мыслей. У меня опять ноль минут. И мне кажется, это довольно ровный поток у меня сегодня. И мы имелик.